Спорт, как известно, является признанным лидером в рейтинге правильных привычек, где он, там и укрепление здоровья, опыт, умение ставить перед собой цели и успешно их достигать. Немалый вклад в здоровый образ жизни подрастающего поколения вносит физкультурно-оздоровительные комплексы. Торжественное открытие спортивного зала в ауле Гирухай состоялось в декабре 2022 года. Настоящий спортивный праздник запомнился многим жителям аула, особенно детям, занимающимся в спортивных секциях. Сейчас спортивный зал функционирует в полную силу. В спорткомплексе два этажа. На первом основной спортивный зал, раздевалки, санузлы. На втором тренажерный зал и зал для дзюдо. Занятия начинаются в основном после обеда. Как нам рассказал тренер Руслан Берзегов, здесь функционируют три секции по валикболу, дзюдо и настольному теннису. Валикбол, дети у нас каждый день занимаются. По группам распределены в определенные дни. Дзюдо то же самое. Две группы, старшая и младшая. Ежедневно работает тренажерный зал. Через день мужчины, через день женщины ходят. Настольный теннис. Местная молодежь увлекается настольным теннисом. По вторым, по четвергам, по вечерам в данном зале еще проводим занятия. Как в 70-ти, если в общем взять, мальчиков и девочек. Ростов порядка 50 человек. Два тренера у нас работают. Тренер по валиболу. И я тренер по валиболу. Сам Руслан Бесланович является тренером по валиболу. И уже не первый год преподает учащимся и Герхаевской школы, азы этого командного вида спорта. Дети с огромным удовольствием приходят к нему на тренировки. С момента открытия спортивного зала уже успели провести три мероприятия по валиболу среди разных возрастных групп. В феврале провели мероприятие, посвященное 23 февраля для девушек 2010 года в мальчике. Помимо этого, несколько провели турниров товарищеского отчаяния и совсем недавно провели турнир в памяти корольбе Брамбова. Мне приняли участие и именитые команды, как Майкоп, Горячий Крымщик, Ленинградская столица и наша команда. Я выбрала этот спорт, потому что он мне очень нравится. И я не собираюсь уходить с этого спорта. Через день занимаемся. В понедельник у старших и у них тоже через день. А во вторник у нас тренировки начинают. И я вообще не пропускаю из-за болезни, пропускаю, когда куда-то улечаю. А так очень редко. Вечер в Фоке, пожалуй, самый насыщенный период, потому что заканчивается рабочее время, и многие приходят сюда заниматься спортом уже после трудового дня. В то время, как идут волейбольные баталии, не пустует и тренажерный зал. С момента открытия спортивного зала ни один день не простаивался. В общем, заполняемость, можно сказать, 100%. Детей открыто очень много. И в дальнейшем большие планы по развитию спорта в целом. Детей восторг, условия шикарные, все необходимые для развития ресурс и имени. После тренировки посетители могут привести себя в порядок в просторных душевых кабинах, которые находятся в женских и мужских раздевалках. Спорт словам не верит, только делам. Вот почему особого уважения заслуживают именно те любители спорта, которые не просто стремятся быть первыми, но и добиваются реальных высот. А это значит, что двери ФОК всегда остаются открытыми для больших и маленьких жителей аула.